Короче говоря, я установил iOS 10. Ну, я же модный парень, который следит за всеми современными инновациями. Скачиваю бета-версию, подписываю сертификат. Всё идёт отлично. Перезагрузка устройства. Ура, я очень умный пацан. Новая система, ничего не понятно. Стали приходить странные уведомления. Вспомнил тему для Android. Схватился за сердце. Пытаюсь разблокировать экран. Не получается. Смахиваю влево, появляется погода. Вправо камера. Как его открыть? Начал психовать и тыкать на кнопку. Прикольно, теперь это так работает. Зашёл в фотографии. Создал ролик с лучшими воспоминаниями. Посмотрел. Не самое лучшее воспоминание. Новое приложение «Умный дом». Открыл. Вспомнил, что осталось купить дом. Зашёл в новый iMessage. Решил нарисовать подруге слоника. Теперь я не её друг. Канал Ников USA говорит сам о себе. Это парень, который живёт в Америке. Подробно рассказывает о работе в США мини-дальнобойщика. Много есть интервью с людьми, которые по какой-то причине покинули Америку. Как вообще американцы живут? Оказывается, у них есть бесплатная еда для бедных американцев. Вообще, столько всего, много интересного можно узнать. Вот тут редкий случай, Миха, в USA. Вот хочется спеть. Забирай меня скорей. Увози меня в USA. С шутками мне надо завязывать. А вам нужно подписываться на канал USA Миха. Ссылка в описании. Всем добрый день, с вами Айдин. В первый день после презентации WWDC я первым же делом поставил себе первую бету. Новая операционная система от Apple. iOS 10. Юбилейная. Крутая, наверное. Подумал я, поэтому я её и решил установить. Хотел записать ролик сразу, но тут всякие, знаете ли, сессии, прочие вещи, которые мешали мне это сделать. Поэтому записываю своё небольшое мнение по поводу этой системы. Ну, давайте начнём. Первое, что нам бросается в глаза, это абсолютно новая система уведомлений. Теперь они стали гораздо больше. Они теперь вот появляются вот такой вот анимашкой. Сейчас кто-нибудь что-нибудь лайкнет, если из вас, и оно появится. Новая система разблокировки. То есть теперь, поворачивая влево привычным свайпом, мы вроде как ожидаем увидеть начальный экран или окно ввода пароля, но теперь здесь появились какие-то виджеты. Я не знаю, для меня это вообще стало огромным-огромным поражением, потому что я, ну, привык, что вот так вот делаем свайп, всё, мы разблокированы. А тут и не поймёшь, думаешь, может, переметился в другую сторону свайп. Так нет, теперь тут осталась камера и так далее. На самом деле, теперь, чтобы разблокировать устройство, просто два раза нужно нажать на кнопку Home. Вот, появится окно ввода пароля или Touch ID. Если у вас нет пароля или Touch ID, то вы просто два раза нажимаете на кнопку, и всё, вы разблокированы. То есть вероятность того, что кнопка нажмётся в кармане, очень, очень велика. Либо, конечно же, экран можно разблокировать, просто взяв вот так вот и вот эту фигулечку отодвинув. Люди от меня детей хотят. Ребята, устанавливайте 10 iOS, у вас наконец-то будет счастье. У вас появятся фанатки. Вот, теперь самый главный минус, который сейчас как раз Вова Купцов, спасибо, Купцов, что ты здесь, это уведомления. Приходится самому вот это двигать вверх, и я надеюсь, что проблема только конкретно этой бета-версии. Вот видите, вот, пожалуйста, смотрите. Вова Купцов прокомментирует, она держится долго. Сейчас она убралась, потому что там большая очередь из уведомлений. Вот это вот штукенция выдвигается, что мы видим, разные цвета. Прикольно, вот, вот, красный цвет, очень красиво здесь выглядит, такой не совсем красный, но вроде красный. Короче, я дальтоник, походу. Вот, вот эта жёлтенькая, оранжевенькая штучка, эта синенькая, это такая вот фиолетенькая. Вот, всё круто, здесь всё прикольно, правда, нельзя, к сожалению, менять вот эти штуки. Мне очень не хватает кнопки, знаете, чтобы я мог просто взять и включить, там, 3G, 4G выключить, потому что приходится лезть в настройки, а обычно я отключаю, когда мне не нужно пользоваться интернетом, чтобы там батарейка не елась. И трафик не тратился! Ну, вроде как, десятая юбилейная система, а по сути, вот, серьёзно, рассказывать здесь и не о чем, но ничего не изменилось. Погода удобна, с напоминанием удобна. Это да, своеобразный статус бар, он имеет место быть, потому что до этого мы отодвигали в эту сторону и просто могли сделать поиск. Поиск теперь делается так же, вот, свайпом вниз. Клаватура особо не менялась, добавилась функция выбора, вот, эмодзи, то есть, например, пишем, вот, слово часы, допустим, появляется смайлик, пишем привет, появляется смайлик, пишем, не знаю, лох будет такое? Нет. Дурак. Что-нибудь такое оскорбительное будет подбирать нам эмодзи? Нет. Попа. Короче, попа нет, поэтому вообще дурацкая функция. Я, на самом деле, пользовался этим подбором еще на других версиях системы, потому что была клавиатура от Яндекса у меня, и там все это работает таким же образом. Вот, ну то есть, вот, отправляется, я не знаю, часы привет. В iMessage появились эти стикеры, никому не нужные, всякие вот такие штучки можно отправить и так далее. Вот эта функция спорная, не знаю, пока, конечно, весело, да, но будет ли иметь это место быть, я не знаю, на самом деле. Рисовать всякие штучки интересные. Прикольно, но, не знаю, на один раз. Инновации, в общем, самые, что у них есть, настоящие, всякие вот эффектики, можно, чтобы сообщение отправлялось, и оно вот такое было большое. В общем, вы все это прекрасно знаете, у меня не обзор системы, у меня мое личное айденовское мнение. А мне не таково, что, ну, как-то вот не попахивает ничем инновационным, все, что представили вот в этой новой системе, это все не новое, это все было на андроидах, на всяких. И на самом деле, вот как по мне, так если, конечно, по первой бете не зудят, согласен, но получился какой-то вторичный продукт. Здоровье, вот у меня лежит благополучно в папочке не нужно. Все эти приложения эпловские, которыми я никогда не пользуюсь, вот нужно вес свой, медкарту создавать, питание, значит, что мы сегодня ели, белки, то есть это все надо сюда вписывать еще кое-как. То есть пожрали, вписали. Это не для меня, серьезно. Активность. Вот это, конечно, уже круто, потому что если... Вот смотрите, сегодня, сегодня я прошел, типа, 1,32 километра, 4 этажа. Ну ладно, но что, ребят, сказать вам? Вот анимация стала побыстрее немножечко. Уведомления вот эти мне не нравятся, скажите, они раздражали на протяжении всего вот этого вот ролика, они очень большими стали, очень большими. То есть ВКонтакте я особо никогда не отключал эти уведомления, но сейчас вот, видите, люди что-то комментируют, лайкают, и это слегка раздражает. С другой стороны, не хочется пропускать чего-то важного. Так что как-то так. Вот основные функции, да, вот там в фотоалейбоме, я вам показывал уже ролик в начале, лучшие за последние три месяца. Вот это крутая тема, на самом деле, то есть это имеет место быть. Этот ролик, насколько я понимаю, можно куда-то расшарить, можно его загрузить на YouTube-чик, будет по крайней мере точно, иначе зачем эта хрень здесь нужна. Вот, да, можно сохранить как видео, можно все это AirPlay отправить, в iCloud Drive засунуть и так далее. То есть эти штуки прикольные, мне нравятся. Конечно, да, мы с вами все привыкнем к новому дизайну, это несомненно. Это несомненно, потому что сейчас трудно, наверное, представить человека, который, например, по скеломорфизму скучает. Помните, когда текстуры были заделаны под дерево, под ткань, и выглядело все очень натуралистически. Ну, сейчас вот такое вот. То есть мы, конечно, все привыкнем, но вот для меня вот это шок. Вот то, что теперь так делаю, я ничего не меняю. Это, конечно, да, фиговенько. Ну, ладно, ладно, пишите, пишите мне ВКонтакте, чтобы всегда вот так было все. В общем, друзья мои, как-то так. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои мнения оба... Опять уведомление пришло. И вот опять оно куда-то сдвинулось. Костя Павлов провел опрос. Что? Костя Павлов, я на тебя подписан вообще? Вот, пишите свое мнение по 10-балльной шкале. Посмотрим, сколько баллов отдадите новой операционной системе. Если вы хотите ее поставить, то напишите, по какой причине, какая из новых функций, коих, к сожалению, было не так уж и много, вам понравилась больше всего и прям супер-пупер-шмупер-друппер. Все. С вами была Айден, вас люблю. Давайте сделаем тысячи лайков, и мы это сможем. А я говорю вам пока, до новых-новых встреч!